У нас тут недавно вышел ремейк Resident Evil 4, и что насчёт того, чтобы вернуться к оригиналу и посмотреть, как его заспидранить? Окей, окей, старое разобрали все, кому не лень, давайте посмотрим на новую версию, на свежие трюки. Потому что на самом деле это прям народный спидран, он под силу всем. Дело даже не в том, что каких-то космических багов игрой не предусмотрено, по крайней мере пока что. Ну знаете, тех самых, от которых вы такие, да как он это сделал? Нет, даже не так. Да как он до этого дошёл? До всех скипов здесь можно дойти самому, а остальное упирается в ловкость рук. Более того, и путешествие за текстурами, которые многие из вас считают скучными или читерными, здесь, ну есть, да, врать не буду, но сведены к минимуму. В остальном же весь спидран держится на правильном построении маршрутов, на заучивании управления и на логике самой игры. Да, я уверен, что некоторые баги вы уже подсмотрели сами, потому что о них писали новостные порталы, и они такие... логичные, что впечатляет. Так что сегодня мы забьём на Кутее, как на пережиток прошлого, унизим лестницу, воспользуемся яйцами и отменим каждое похищение Эшли, которое только попытаются провернуть Ганада. И помните, что не надо стрелять в воду. Вода всегда опасность, если в резиденте, так что вояж в открытое море лучше всего совершить в мире кораблей. Вот там, да, вот там можно и в воду пострелять. Короче, мир кораблей — это командный онлайн-экшен, где можно взять под своё командование одно из более 500 различных суден, я считал. Техника представлена от США, Японии, России, СССР, Германии, Италии, в общем счёте 13 разных фракций, все вот они у вас на экране. Конечно, прежде всего это создаёт визуальное разнообразие, тем более, что каждый корабль до последней гаечки воссоздан по реально существующим прототипам. Но куда важнее, что и геймплей за один не будет похож на геймплей за другой. У них разное оснащение и характеристики, а соответственно и разные задачи. Скажем, эсминцы давят на скорость и могут врубить форсаж, тогда как авианосцы хороши в разведке. У них же и истребители на борту, ну. А всего таких классов пять — эсминцы, крейсеры, линкоры, авианосцы и с недавних пор подлодки. Резиновых уточек разве что не хватает, хотя погодите-ка! Первого апреля стартовал ивент разборки в джакузи, и вы ну реально сможете стать командиром боевой уточки. В горячей ванной сразятся шесть смертоносных резиновых птах. Дон де ладак, Луиджи Макряки и Крякада доступны сразу, Дагпанчис Фьюра и УТКА откроются позже за очки опыта. У уточек есть стандартное классовое вооружение, плюс бурлящие бомбы, которые могут вызвать затопление при успешном попадании. А ещё они смешно отскакивают друг от друга. В общем, присоединяйтесь к игре прямо сейчас, а для быстрого старта вам, конечно же, накинут подарки, чтобы легче начиналось. Назовём это попутным ветром. Заходите в мир кораблей по ссылке в описании и играйте абсолютно бесплатно. А теперь пристёгивайтесь. Вы же не на пикник поехали. Сразу со старта изысканный трюк. Тебе пригодятся скиллы, которые ты верой и правдой нарабатывал все годы мультиплеерного гейминга. Тебе нужен тибэк. Говорил же спидран для народа. Унижать мы будем лестницы. Лестницы. Ненавижу. Леон не любит лестницы. Они его замедляют. Next Gen, новая анимация под каждую ситуацию и все дела. Чтобы выкрутиться, придётся поприседать прямо на ступеньках. И каждым приседом Леон отменяет анимацию подъёма, что делает его восхождение гораздо более быстрым. У нас survival horror, а значит стратегия рана опирается на стратегию выживания, а значит придётся отвлекаться на припасы, а значит хочешь не хочешь, а поскрестись по сусекам придётся. Так что выбираем такие сусеки, в которых лута вероятно больше, чем в остальных. Придётся построить определённый маршрут, флешку всуем в оружейное меню, оно нужно на быстром доступе. Нас занесло в деревню. Здесь надо драться с мужиками достаточно долго, пока не прозвенит колокол. Но вы уже наверняка слышали про продуманный разработчиками очаровательный трюк. Берём снайперку или автомат и выдаём удачный шот прямо в купол. И всё, и враги отвлеклись, и битва закончена. Можете гордиться собой. Хэштег народный спидрон. Да вот только один нюанс. Сорян, но автомат с винтовкой это НГ+, а у нас чистая новая игра. И в руках захудал и пистолетик, а дальность стрельбы у него чуть больше социальной дистанции, и пробить на бат не получится. Сейчас ходят разговоры, что вроде как можно, под определённым углом и при определённом ракурсе. Но спидранеры этот трюк не подтвердили, поэтому им не пользуются. Так что да, на НГ+, каждый из нас спидранер, но на первом прохождении придётся действовать ортодоксально. А значит, нам надо убить какое-то количество забулдык, прежде чем в колокол не зазвенит сам скрипт. Смотрите, чё творим. Ещё на подходе к пьяной толпе даём предупредительный воздух. Орда в моменте стригерится и начнёт преследование. Оно нам и надо. Подводим тусовочку к дому и пролезаем внутрь, скипаем катсцену и лутаем антресоль. Элегантным движением паркура катапультируемся наружу и швыряем только что полученную разрывную в гостей у вашего же дома, которые так и ждут, когда вы вынесете попить. И всё, проблема перенаселения решилась, залетаем в другой дом, лутаемся там и повторяем депопуляцию на скучковавшейся толпе. Всё, звонок на перемену, все свободны, скипаем заставку, продолжаем приключаться по деревне. Выстрел в замок, налёт на сарай, по ходу клептомане мы вместе с расходниками берём деталь. Не удруждайтесь выходить там, где вошли, сейчас в сарае появится запасной выход, услужливый ганада приоткроет двери. Они вообще в игре предельно обходительные. Вот здесь для наглядности надо приоткрыть люк, пока с пола соскребается один из этих. Ну и он с пониманием, видит же, что мы делом заняты, решает не вмешиваться. Так толкнёт разок для галочки, но мы спокойно можем провалиться под пол. Ну и в целом отвечаем взаимностью. Киллкаунт наработали внушительный, так что впредь для кармы можно сбалансировать подход. По возможности видим зомби, пробегаем зомби, насилие порождает насилие, так Дракман говорил. Миксуем травки, мимоходом вырезаемся в торговца, сливаем барахло и докупаем снайперку с прицелом. Да, пригодилась бы раньше, но и в будущем она ещё подпортит кровь нашим врагам. Раннер натренировался так, что скорость его реакции в менеджменте инвентаря значительно превышает скорость понимания происходящего на экране. Я как раз своей невнятной быстрой речью пытаюсь проиллюстрировать подход. И это же как раз тот самый момент, когда можно в очередной раз поговорить с адептами теории. Спидранеры не наслаждаются игрой по-настоящему, как они могут просто пробегать всё самое лучшее, они не понимают её величию и не уважают, отвечает господин Гальперов, автор почти всех обзоров Resident Evil на Стопгейме и одноимённой истории серии. Ха, Ол, да это даже я не уверен, что настолько хорошо разбираюсь в игре, как спидранеры. Спасибо, Вася, поэтому спидранеры... Сможет ли спидранер написать историю серии, а? Спасибо, Вася, ты уже доказал мою точку зрения, можем двигаться дальше. Поэтому спидранеры наизусть знают каждый шаг Ганада, каждое место с капканом, и, например, вот этот код, который не меняется от прохождения к прохождению. Так что можно не тратить время на его добычу. Выполняем небольшой сайдквест. Одним ротчерком нажал, ломаем две метки и получим награду дальше по сюжету. Чтобы пересечь озеро, надо заправить лодку. Чтобы заправить лодку, надо найти бензин. Чтобы найти бензин, надо проследовать в кишащей врагами закоулок, а ли он-то в селе объявлено к скоммуникадо, так что каждый норовит втащить. А мы дали обед, не навреди, или навреди, ну когда уж совсем не в моготу, тогда да, тогда можно. И вот мы влетаем на локацию, петляем так, чтобы случайно не нарваться на подзатыльник, добираемся до заветной канистры и... перезагружаемся с сейва. Трюк здесь в том, что перезагрузка расставляет врагов обратно на исходные, до того момента, как вы ворвались в их экосистему и собрали всех на хвост. Так что вместо всех скопившихся в одном месте преследователей, получаем дистанционно расставленных одиночек и спокойно семеним до лодки. Добрались, заправились, отправились в меню, выставляем 60 кадров с изначальных 120, что самым странным образом сказывается на волнах. Те становятся чуть реже, поэтому Леона чуть меньше трясет, и попадать под Эль Лага чуть проще. Добили, скипнули катсцену, вернули кадры обратно. Врываемся в тусовку местных цыпочек, чтобы угнать золотое яйцо. Сейчас она нам ни к чему, но пригодится в будущем. Назад к торговцу, сдаём квест и прокачиваем винтовку, чтобы с её помощью расхреначить Эль Гиганта. Хотел бы как-то рассказать про особенную спидранерскую тактику здесь, но нет, надо просто метко отработать по наростам и скипнуть катсцену. Впрочем, мы же держимся в рамках концепта, ведь это именно тот спидран, который может провернуть любой игрок. Обзаводимся Эшли и продолжаем приключения. И первый по-настоящему спидранерский приём — это снайпер-скип. Прижимаемся к стене, целимся в пол и отходим назад, затем резко поворачиваем камеру. Соблюдя вышеперечисленные несложные условия, мы вытолкнемся за текстуру. Работает в основном с тонкими стенами. Позже встречаемся с Луисом, ну и тупотиром. Разве что гранату вот здесь можно кинуть на упреждение. Снова ведём Эшли, её захватят враги, но плевать, смиренно идём дальше. Мечтали об этом, когда проходили игру в первый раз, да? Всё потому, что на помощь придёт спасительный чекпоинт. Перезагружаемся, и агрессия врагов сбрасывается, и Эшли тоже сбрасывается, возвращаясь под наш присмотр. Ненадолго, впрочем, её тут же утащат снова, а до чекпоинта пока далековато. Что ж, приблизим себя к нему. Дело в том, что с помощью снайпер-скип мы можем вытолкнуть свою задницу за текстуры, а она, задница-то, уже поймает чекпоинт за этими текстурами. Перезагружаемся, снова освобождая Эшли, и теперь уже бегаем поизнанке. Это происходит потому, что игра запомнила положение персонажа во время автосейва, и довольно почтительно вернула за границы с рестарта. Максимально отсрочили похищение Эшли, следующая локация, и девушка опять рядом. Снова снайпер-скип, плюс загрузка автосейва, чтобы срезать часть локации, и даже самого босса локации. Торговец, сливаем награбленное, закупаем новые пушки, расширяем чемоданчик. Влетаем в комнату, нарываемся на монстра, по обыкновению пролетаем мимо, и наша Люли на себя возьмет Эшли. Ну а мы по-джентльменски добежим до контрольной точки, перезагрузимся, и все, да, мы в порядке. Нет, не в порядке, снова перезагрузились, снова в порядке. Мы в ловушке, вокруг все злые, урезоним кодлу целебной флешкой, а сами упремся задом в дверь. Здесь проворачиваем снайпер-скип, но на этот раз он немножко особенный. Отличие в том, что нужно взаимодействовать с дверью, чтобы через нее проникнуть. То бишь, задеть триггер открытия с другой стороны, и анимация сама подтянет Леона. В конце главы отправляем Эшли открывать нам дверь, а сами пользуемся моментом уединения и собираем припасы. Чекпоинт. Ну и раз мы такие пацифисты и не тратим пули в мясо, то почему бы с их помощью не повскрывать двери? Здесь выстрелил-открыл, здесь выстрелил-открыл, ну а здесь гранатой бахнул. Просто разнообразие для... Лабиринт — это рай для Джона Уика. Не в смысле кайфовых перестрелок, а в смысле много песиков. И эти собаки легко заруинят вам ран. Сожрут либо вас, либо Эшли, надо действовать быстро. Забежали в дом, привели за собой врагов, загрузились с автосейва, и врагов уже нет. Куда все подевались? Ушли играть в бинды? Ожившие доспехи, это что, Хогвартс Легаси? А, не, не Хогвартс, здесь же есть геймплей. И геймплей сейчас такой. Приманиваем броню в синий огонь, чтобы застанеть пары вертушек в стальные щи, и световая граната на десерт кладет всех разом. Секция Эшли довольно линейная, и симулятор ходьбы вошел в чат. Возвращаем Леона под контроль, а снимаем нормальный спидран, потому что тут же трюк, снова снайпер скип. Попав в пещеру, пользуемся тем, что архитектура уровня ненадолго стала менее геометричной. Я имею в виду, снова засовываем свой бампер за текстурой и загружаем автосейв. Есть нечто общее между движком ремейка и юными фанатками главгероя. Все они считают, что самое важное в Леоне — это задница, поэтому ориентируясь на неё, игра и проявляет нас в потутекстуре. Выплюнемся обратно, так надо, чтобы через секунду проиграть вот эту анимацию приседания. Только внесём небольшой корректив. Резко вывернем камеру в момент начала анимации в сторону текстуры. Тогда можно пригнуться в стену и снова оказаться по ту сторону. Продолжаем исследовать скрытую реальность, чтобы выбраться оттуда с помощью взаимодействия с лестницей. Убиваем босса практически в полглаза. Заставляем проследовать за нами, замораживаем и выпускаем снаряд в кочерыжку. Конец. Дальше двойной босс. Впрочем, флешка в одного, плюс зажатый рубильник, и всё уже одинарный. Со вторым придётся немного потанцевать, после чего слить туда же. Тир уже был, теперь пару поездок на вагонетке и к концу спидраны наберём полный парк развлечений. Нам в нагрузку пошёл Луис, но того хоть не унесут на плече верхом, чтобы щиколотки болтались. Тот, впрочем, не в курсе, что мы спидраним и может подзалипнуть, стоя на месте и не догоняя. Чё ж мы с врагами такие пацифисты-то. Придётся ждать, надеяться верить. Битва с Краузером, такая же будничная, как и битва с Краузером нормального человека, бей, блокируй и уклоняйся. Сразу после обзаведёмся бронежилетом. Держим путь до Салазара и башня рай для Джона Уика. Не в смысле много пёсиков, а в смысле кайфовые перестрелки. Раздаём честно нажитые пульки врагам направо и налево, предпочтительно в лоб. А вот и сам Рамон, или лучше сказать, Рамён? Уровень каламбуров Леон Кеннеди. Да, а шутка в том, что Рамён делает с яйцом, а именно сейчас нам наконец-то пригодится то золотое яйцо, которое мы подобрали примерно с час назад. Швыряем снаряд в хлебало, каким-то образом золотые яйца здесь это ультимативная имба, и снимает почти всё хп. Осталось добить лежачего. Дальше изящный скип турели. Подрываем ганада гранатой, и если повезёт, тот упадёт аккуратно траектории пушки. Тана ведётся на тушку и начнёт поливать огнём его, вместо того, чтобы обратить внимание на нашего Леона. Опять же, никакого вам Рокет Сайенс, всё в рамках логики самой игры. Вы могли бы и сами до этого дойти. В чём красота Resident Evil Remake вообще, я считаю. Берём ключ-карту, и нас встречает регенератор, который регенерирует. А Леон его игнорирует. Ввязываться в драку ни к чему, по определению не победить. Впрочем, уже через минуту надо будет подобрать вторую ключ-карту, а наш бессмертный кожаный мешок тут как здесь. Отстреливаем ноги и виртуозно уклоняемся, пока та печатается. Забираем карту, валим из комнаты. Снайперскип раз, снайперскип два, и стартуем ещё одну битву с Краузером. Наваливаем ему хэдшотов и бежим в сторону башни. И, конечно, вас ждёт самый честный бой с атаками, уворотами и Куте, но к чёрту РПГ решает. Оставим Куте Давиду Кейджу, а у нас здесь настоящая игра вообще-то, а не кино. Снова снайперскип за текстуры, закупаемся ещё одной РПГ, и тут же используем её в битве с Саддлером, моментально пропуская первую фазу. А на второй потихоньку попукиваем в него из всех калибров, пока Ада не принесёт финальный снаряд РПГ. И убегаем, игнорируя зомби, что мы неплохо так отрепетировали на протяжении всей игры, так что время! 1 час 51 минута 45 секунд. Установил спидранер Фрид. Впрочем, всё могло и поменяться уже, рекорд по понятным причинам обновляется довольно регулярно сейчас. Но на этом ещё не всё. Ну, со спидраном всё, но на судьбу следующего выпуска вы можете повлиять самолично. Для этого надо стать бустером, ну или оставаться бустером, неважно, и выбрать одну из трёх предложенных игр в голосовании. Не забывайте подписаться, поставить лайк и оставить комментарий, это прямо сейчас для нас очень важно, и поверьте, мы ценим всё, что вы делаете для нас. А увидимся, когда увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова